Я люблю травиться твороговым. Ты знаешь, в чем парадокс состоит в том, что вот ты, например, травишься чем-нибудь, да? Ну, продуктом питания каким-нибудь. Утром просыпаешься и понимаешь, что ты отравился реально, ну, едой какой-то. И ты не идешь на работу, потому что ты отравился, там, звонишь, говоришь, я отравился, не иду на работу, да? А когда ты с вечера бухаешь, короче, вообще просто неимоверно, до трех ночи там, ты утром просыпаешься, у тебя такой бадун, тоже как бы отравился, да? Нет, ну ты идешь на работу. При всех тех же симптомах, что и при пищевом отравлении, тебе так же плохо, как ты отравился просто едой, там, двором. Ну, ты идешь на работу. Это называется, это феномен этот называется презентеизм. Психологи, которые занимаются там всякими трудовыми отношениями, да, выделили, что иногда по выходным у тебя такой бодрях, что нужно на работу идти. Потому что каким-то образом работодатели у нас, в обычных ребятах, вырабатывают чувство вины, сами того не желая. Такое, что нужно на работу. Когда ты там отравился едой, то у тебя есть оправдание. А когда ты бухал, то у тебя нет оправдания. Нет тебе оправдания. И от этого самого чувства вины ты все равно идешь на работу. Значит, сегодня все приникли к экранам в 9 часов вечера, потому что Маша Полякова, надеюсь, поборет свои технические. Я не знаю, как она будет организовывать интерактив, связь со зрителем. Я бы хотел, чтобы там она сказала, здравствуйте, мой номер ACQ. Потому что если она будет просто вещать, такая, типа, лекцию читать, то это будет нифига не интересно. И лучше пускай там ей люди пишут вопросы. Ну, я как бы знаю, судя по тем комментариям, которые пришли к ней на анонс ее передачи, я знаю, что люди от нее хотят прежде всего. Но самое интересное, что мы, например, этого не хотим. Вот мы. Что мы хотим, мы уже озвучили вчера. А вот люди хотят, конечно, более легкомысленную тематику, чтобы тема сисек была раскрыта однозначно. Причем в первую очередь и неоднократно. Но я думаю, все-таки, Мария, не ведись на эти просьбы и не показывай ничего. Пусть. Какой совет? Скромно все черное уменьшает зрительно, да, там все. Потому что оранжевое это вообще. А все же по одной половине черное, а другую белое. Одно уменьшает, другое увеличивает. И не Ян. А то и Ян. Вот. В блоге сегодня чего почитал, топ. И в очередной раз убедился, что людей интересует секс, политика и футбол. Секс там, звезда в шоке. Развенчан миф о вагинальном оргазме. И плюс способы контрацепции старинные, африканские, которыми можно пользоваться. Запихнуть брюковку там. Колдануть что-нибудь. Футбол вообще жесть. Я прекрасно понимаю этих людей. Когда любой человек, который немножко замешан там хотя бы на Спартаке, так скажем, да, у которого самая большая армия фанатов, он лазит по интернету и видит, что написано «Видич Велик». Сначала у всех людей «Видич Велик». Думают, что за Велик, почему? Ну, и как бы «Видич». А это ж «Видич», это ж вообще икона, да, современного Спартака. Правда, он в ней не играет сейчас, а играет в Манчестер Юнэйф. И стоит в иконостасе просто. Он в иконостасе, да. И он сразу влезает на эту страницу, понимает, что «Видич» оказывается совсем не «Велик», а «Велик», он еще больше такой. И надо обязательно, конечно, насрать в комментах. Поэтому 58 страниц. То есть каждый, кто увидел это, он обязательно там «Да!» Там или «Эй, видич, видич». «Видич» ехал «Видич» через «Видич», «Видич» в реке «Видич», «Видич» в реке «Видич», «Сунул Видич» в реку «Видич». Ну и так далее. «Видич», 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 «Видич». Не, ну там дальше-то мелкими буквами написано, что его всегда чувствует мяч. Мне кажется, что в скором будущем, когда будут войны вестись, там, знаешь, война, когда между какими-то странами, раз, там, война. Ну и там один из способов борьбы с врагом будет флешмоб. Какой-нибудь. Ну, конечно. Слушай, мне кажется, что я начинаю потихоньку. Мне сегодня, значит, снится. Значит, снится мне, что завтра мне нужно посходить в армию. Причем не пойти в армию, а сходить именно, знаешь. Презентеизм. Ну, как стрёмно, конечно. Ну, я собрался, так, утром встал, так, и пошел в армию. Такой, с сумками какими-то. Причем прихожу в армию. Армия оказалась какая-то вообще морская армия. Ну, то есть, они вроде как на суше, но почему-то в форме этих морячков. Морячки такие, причем морячки, знаешь, такие героические такие. Стоят морячки такие, в бескозырках. Ну, как Гришковец показывал, вообще такие. По условиям того, что я, ну, то есть, сходишь, обязательно надо сходить. А там будешь ты оставаться или нет, это же твой вопрос, если сможешь, там, ну, соскочишь. Пришел и такой, думаю, ну, что оставаться. И смотрю, Вадик Петров стоит в строю этих морячков такой. И мне глазами показывает, типа, не надо, блин. Я такой, ну, типа, хорошо, все понял, и ухожу из армии. И ушел. Дальше. Ушел я из армии, там, джу-джу-джу. Потом оказывается, что по каким-то макарам, значит, я, кто-то еще, непонятно кто, и Сергей Зверев. Он там, Сергей Зверев говорит, так, ребята, надо ехать куда-то. Ну, блин, надо, так надо. Ну, я, типа, как бы в компании с ним. Типа, мне надо куда-то ехать, куда-то всех везет. Я говорю, надо такси вызвать. А он такой, ну, зачем такси? Сейчас я вызову такси. Приедет Раф четвертый. Вызывает такси девушка. Мне будет такси, ну, чтоб Раф приехал. Чтоб и Раф приехал. Ну, там она что-то ему говорит. Он такой, сколько? Сто рублей, хорошо. И сняться мне, что мы выходим на дорогу, и приезжает Рафик. Ну, не Раф, а Рафик. Помнишь, машины были такие советские? Рафик приезжает такой. И мы идем к этому Рафику, и я иду. Зверев идет, ну, в своем этом прикиде модном, ну, как он обычно, каблуки там у него. Вот, я иду, кто-то еще. И все люди ходят и смотрят на меня, а не на него. Хотя надо на него смотреть. И я такой, знаешь, такой, думаю, да что хоть такое? На тебя начинаю на себя смотреть. И у меня так все вырастает, такая прическа, каблуки, такой. Не, ну, это опасно, потому что я не знаю, что я буду делать, если мне приснится, например, Маша Балякова. Или Катя Чехова, там у нас еще. У нас много подружек. Подружек, все звери. Да, чуть не забыл. Уважаемые зрители, если вы хотите пообщаться с нами в прямом эфире, вообще не вопрос. Отписывайтесь в комментах, озвучите свое желание. И самое главное, озвучите в комментариях, в какое время и в какой день недели вам было бы удобнее. И мы обязательно выберем удобное для всех время и пообщаемся в прямом эфире. Так что дело только за вами. Спасибо. Спасибо.